Космос Порвать путь из земного притяжения И вырваться за пределы Здравствуйте, мои милые и горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка Решил написать вам несколько строк Чтобы разделить вместе ту радость и счастье Которые выпали мне сегодня Правительственная комиссия Решила послать меня в космос первым Знаешь, дорогая Валюша, как я рад Простому человеку доверили Такую большую государственную задачу Смоленская область Деревня Клушина Сколько их рассыпано на просторах нашей родины Никому не известных Заброшенных Он был всего лишь одним из миллионов детей Родившихся в 1934 году В России Обычная крестьянская семья Заботливая мама Анна Тимофеевна Отец Алексей Иванович Мастер на все руки В доме все сделал сам Мебель И люльку для детей Семьей было четверо Юра Валентин Борис И Зоя Из довоенного детства Помнилось мало Так Отдельные картинки Зато война Врезалась в память навсегда Немцы в деревне Постоянный страх Голод Старших брата и сестру Угнали в Германию Семью лишили дома Пришлось етиться в землянке Которую выкопал отец Было страшно Особенно по ночам Зауны Наревели моторы самолета Фашисты Летели на Москву Бывало бомбять Немцы А мы ребятишки За матью хватимся Мама Побежим скорее К Гагариному землянку И мы все Набьемся Их семья Мы Все четверо Мать пятая Но отец-то на фронте был Вот И Они такие Гостеприимные Всегда мы с ними так Дружили они с нами Очень хорошо Юрий было семь Когда он впервые Увидел воздушный бой Прибежал к матери Чувства Били через край Я буду летчиком Будешь Будешь Вздохнула мать Лесной 43-го Долгожданное освобождение Голод Разруха Изнурительный труд Все теперь Воспринималось По-другому У страны Появилось Главное Она стремилась В будущее И все верили Оно будет Прекрасным Бойкий И смышленый Юра Словно Наверстывает Упущенное Записывается На баскетбол Танцы В школьный оркестр И В кружок Авиамоделистов Многие Тогда мечтали Стать летчиками Гагарин Заканчивает На отлично Шестой класс Хочет Учиться Дальше Но семья Живет Трудно И бедно Путь к образованию Был один Через Ремесленное Училище Он Учится Налетейщика Потом Поступает В Саратовский Индустриальный Техникум Его Как отличника Зачисляют Без экзаменов Занятия В техникуме Шли Своим Чередом Но Стоило Услышать Гул Самолета Встретить Летчика И на душе Становилось Теплее На четвертом курсе Гагарин приходит В городской Аэроклуб Впервые Поднимает Самолет В воздух Лечу Лечу Сам Сделал Круг Над аэродромом И приземлил Самолет Вся душа Поет Здесь Появилась У меня Болезнь Которой Нет Названия В медицине Неудержимая Тяга В небо Тяга Самолета Пока Гагарин Учился Летать Сергей Павлович Королев Бывший Колымский Зек А теперь Секретный Главный Конструктор Учил Летать Первые Ракеты Это Был Военный Заказ Ракеты Должны Были Доставлять Боевой Заряд В нужную Точку Планеты Но Королев Лучше Всех Понимал Какие Возможности Таят В себе Эти Изобретения Человечество Не останется Вечно На земле Но В погоне За светом И пространством Завоюет Себе Всю Солнечную Систему Так Как писал Когда-то Циолковский Наступало Время Когда Фантазии Этого Странного Человека Из Калуги Стали Приобретать Реальные Черты Но Знали Об этом Тогда Немногие Гагарин Гагарин Именно Вот У Гагарина Все Его Качества Подходили К истребителю И во время Разговоров Лично Со мной Приводя Примеры Истребителей Юрий Говорил Что я буду Только истребителем Или я не буду Вообще Летчиком В Оренбурге Гагарин Находит Все Что нужно Человеку Для счастья Призвание И Любовь Познакомились Мы в училище Куда ходили На вечера А черта Такая Понравилась Он очень Легко Входил В коллектив В новую Обстановку Вот эта вот Простота Его То что Он в общем Свободно Разговаривал Со всеми Интересовался Тут же Чем занимаешься И сам Рассказывал О своих делах Мечтал О многом И вот Его Самая Такая Заветная Мечта Была Это Как можно Больше Летать Конечно Полет Он очень Любил Проложить Первую Дорогу В космос Можно ли Мечтать О большем Ведь Это История Это Новая Эра Через день Я должен Стартовать Хотелось бы Перед этим Немного Побыть С тобой Поговорить Вы все Так далеко Но я Всегда Чувствую Вас Рядом Иногда Само Время Предопределяет Судьбу Человека 4 октября 1957 Года Произойдет Событие Которое Навсегда Изменило Мир В КБ Королева Создали Первую Рукотворную Маленькую Планету Искусственный Спутник Земли Это Была Фантастика Человечество Как подросток Радовалось Тому Что сумело Уйти Из-под Власти Земли Преодолеть Казалось бы Незыблемые Физические Законы Давние Заветные Мечты О полетах К звездам Становились Все более Реальными Гагарин Вспоминал Мы Жалели Что спутник Не прошел Над нашим Оренбургом Его движение Вокруг Земли Взбудоражило Все Училище И мы Курсанты И наши Командиры И преподаватели Задавали Один и тот Вопрос Что будет Дальше Началась Эра Освоения Космоса Королев Проводил Испытания И Советский Союз Продолжал Удивлять Мир Взбудор Взбудор Для которых Скорость Высота Способность Мгновенно Принимать Решения Были Делом Обычным Больше Всего Подходили Летчики Истребители Начался Отбор По всем Летным Частям Рост Не более 170 Сантиметров Вес До 70 Килограммов Габариты Определяла Сама Ракета Предназначена Изначально Для термоядерного Заряда А не Для Человека Набралось Более Трех Тысяч Желающих Испытывать Новую Технику В Соединенных Штатах Полным ходом Шла Предполетная Подготовка Астронавтов Категории Отбора Были Несколько Другими Опытные Летчики Испытатели За плечами Тысячи Часов Налета Сотни Парашютных Прыжков Настоящие Асы Образованные Уверенные В себе В Америке Не сомневались Они Будут Первыми В космосе А наши Ребята Толком И не знали Что им Предстоит Все Было Засекречено Шли Разговоры О супер Современной Технике О полетах На небывалую Высоту Это Подтверждал Строжайший Отбор Комиссию Прошли Всего 20 Человек Палата В которой Находился Во время Прохождения Комиссии В госпитале Завели Молодого Паренька Глаза Улыбаются Постоянно Кончики Губ Как-то Сделаны Что Даже Когда он Очень серьезный То все равно Впечатление Что он Улыбается В самое Ближайшее Время Тут Два Три Дня Я уже Знал Полностью Всю Его биографию Откуда Где он Летает На чем Летает Мы Одинаково Оказались Летаем На одной И той же Технике Только была Разница Я был еще Холостяк А он уже Был Женат И у нее Была Жена Валя Как он мне Сказал Которую Очень ждет И девочка Лена Которая Всего лишь 9 месяцев Которая Тоже Очень ждет И Ему Срочно Требуется Домой Надо летать Пока стоит Сложная погода Заполярья Нам всем хотелось Летать И даже Когда Никому Неизвестных Летчиков Принял Главный Маршал Авиации Вершинин Важнейшая Государственная Задача Казалась Делом Невероятным Начались Тренировки Опыта Подготовки Космонавтов Не было На всякий Случай Готовили К худшему Тренировали На пределе Человеческих Возможностей Тренировки Под руководством Лучшего В стране Парашютиста Рекордсмена Мира Николая Никитина Врезались В память Парашютные Прыжки Учат Мужеству И тренируют Отвагу Мужчина Без парашюта Не настоящий Мужчина Что такое Два Три прыжка Для будущего Космонавта Они прыгали По несколько раз В день Через полтора месяца У каждого Их было Пятьдесят Постепенно Превращались В один Дружный коллектив Учились доверять И сопереживать Друг другу Медики Размышляли Над тем Каким требованием Должен отвечать Космонавт А в КБ Королева Думали о том Каким должен быть Космический корабль Человек И техника Вызревали Одновременно Королев Торопился По данным Разведки На 20 апреля 1961 года Был намечен Запуск Американского Пилотируемого Корабля Американы Так он их называл Пытались взять Реванш За первый Спутник Счет пошел На дни и часы Кандидатами Для первого полета Выбрали шестерых Гагарина Китова Нелюбова Николаева Быковского И Поповича Когда они пришли Впервые увидели И корабль И увидели Вообще Всю обстановку Вот этого Космического Цеха Где собирались Наши корабли И Сергей Павлович Предложил им Впервые Подняться По лесенке Клюку И сесть Внутрь корабля И так сказать Хотя бы на несколько минут Почувствовать себя Ну Хотя бы Космонавтом Пока на земле Космонавтом Так вот Первым Поднялся По стремяночке Туда наверх Снял ботиночки Снял ту журку И первым В это кресло В котором Потом ему Пришлось бы Лететь Сел Юра Гагарин Почему? А я не знаю Почему Вот так получилось Никто его За руку не брал Никто его туда Не провожал Вот просто Вот он из этой группы Поднялся Первый На площадку Как зачарованные Разглядывали мы Еще не виданный Летательный аппарат Вспоминал Гагарин Королев сказал нам То Чего мы еще не знали Программа Первого полета Человека Рассчитана На один виток Вокруг земли Тогда это не укладывалось В голове Полет вокруг Земного шара Сергей Павлович Поручил мне Заниматься с ними По тем вопросам Которым я ведал В КВ То есть По системе управления Которые я разрабатывал Занимался с ними И теорией И конструкцию Показываем Всех устройств И Работать с ними Даже на тренажере Это не была Однотипная Группа лица Очень разная И очень Кажем по-своему Интересная И мне представляется Что это было Как раз хорошо Потому что Было Разнообразие Позволяло И выбирать потом Учитывая Те или другие Качества Кандидатов На первый полет Я думаю Что в смысле Подготовки Все были примерно Одинаково подготовлены И готовы полететь Тут Дело было не в том Что Гагарин Скажем лучше Их занимался Он прекрасно Занимался Но не значит Что он лучше всех Нет Такие как он Были и другие тоже Экзамен Для этих шестерых Главный в жизни Они уже знают Кому-то из них Скоро предстоит Полет в пустоте С немыслимой скоростью 8 километров в секунду 30 тысяч километров в час Устройство корабля «Восток» Динамика Космического полета Система управления Волновались все И больше всех Королев Все, что можно Проверял на себе Первым побывал В кресле космонавт Мы готовились к примерке Уже Юрия Алексеевича Гагарина Значит На стапель поднялся Сергей Павлович Говорит Подождите, братцы Спросил Все ли в порядке Ну, доложили Все нормально Я Сначала Примерю сам Ну, значит Подсобили Ему подняться И лечь В кресло Спустили его В корабль Он там полежал Поработал на пульте Посмотрел Ну, говорит А ведь неплохо Он страстно хотел Лететь сам Мечтал об этом Многие годы Но возраст, здоровье Теперь об этом Нечего было и думать Но если Лететь он не мог То мог обеспечить Для ребят Максимальную надежность Техники Свести к минимуму Риски За 20 дней до полета Всех вызвали в Кремль В дело вступила политика Хрущеву хотелось Лично участвовать В выборе Первого космонавта Земли Он взял Наши данные Медицинские Вот Но то, что Быковский Переносил лучше всех Ему не понравилась Ски Фамилия Надо, чтобы фамилия Валорусский Наов Вот Это первое Еще два критерия Это Социальное происхождение Чтобы он был Происходил Из простой рабочей Русской семьи А второй Чтобы был коммунист В это время Королев проводил Последние испытания Корабля Востока Был запущен аппарат С манекеном Иван Иванович Внутри которого Находились Контейнеры С мелкими животными И биологические материалы Для исследования На западе Его крестили Ноевым ковчегом Эксперимент Прошел удачно Ход подготовительных работ И всей предшествующей подготовки Показывает Что мы можем сегодня Решить вопрос Об осуществлении Первого Космического полета Человека На корабле-спутнике Все шесть Все шесть Показывают Полностью Закончили Программу Обучения Прошлись Необходимые Тренировки На соответствующей Тренажной Аппаратуре Совершили Более Пятидесяти Показывает Космический полет И каждый из них Готов к совершению Космического полета Трудно из шести Выделить Кого-либо Одного Но такое решение Нужно было принять И командование ВВС Рекомендует Первым для Выполнения Космического полета Назначить Старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича Запасным Пилотом Назначить Титова Германа Степановича И вот Когда нам объявили Что Юрий будет Командиром А я Дублером Ну то что я Так сказать Был в восторге От такого назначения Я бы наверное Неправду сказал Конечно я был огорчен Потому что Всем тогда хотелось Слетать В космос Ну в первое время Было трудно Отвечать на этот вопрос А теперь вот По прошествии 20 лет Я могу Сказать Совершенно однозначно Что Просто По характеру Своему По складу По своему Общению С людьми Юрий все-таки Больше подходил Для первого полета Очень большая задача Легла на мои плечи В технику Я верю полностью Она подвести не должна Но бывает ведь Что и на ровном месте Человек падает И ломает себе шею Здесь тоже может Что-нибудь случиться Сам я пока В это не верю А если что случится То прошу вас В первую очередь Тебя, Валюша Не убиваться с горя Ведь жизнь Есть жизнь И никто не гарантирован Что его завтра Не задавит машина Надеюсь Это письмо Ты никогда не увидишь И мне будет стыдно Перед самим собой За эту Мимолетную слабость Он хорошо спал В ту ночь Перед стартом Это Зафиксировали приборы Но Королев Вся стартовая команда Не сомкнули глаз Все верили Хотели верить Что все надежно Что все Будет хорошо Королев придумал ритуал Люди, которые Готовят космический полет Весь боевой расчет Встречают космонавта Чтобы взглянуть В глаза человеку Чья жизнь Оказалась у них в руках И это Был лучший способ Обеспечить качество работы Наземных служб Честность Прежде всего Допустил ошибку Тут же доложи по команде Наказания не будет Но никто не знал Что ждет человека Там В бездонном пространстве Космоса Выдержит ли Психика Техника Подвести не могла Но человеческий фактор Никто не отменял И этот первый старт Оказался под угрозой срыва Оказался неплотным Закрыта крышка Люка Через который Производилась Посадка После того Как крышку мы закрыли Сергей Павлович Снизу по телефону Сообщил о том Что нет сигнала От одного из контактов Электрических И было принято решение Заново крышку Снять ее И заново поставить Прекрасно можно Сейчас отчетливо Совершенно понять Конечно Как нелегко было Сергею Павловичу Потому что он Прекрасно понимал Что Возможно задержка И возможно отмена Даже старта В связи с этим С этой неприятностью Сколько могло это стоить И тому же Юрию Алексеевичу Гагарину Потому что для него Это ведь это был Практически Баффальстарт И обратил внимание На Гагарина Он молча Лежал в кресле И только Насвистывал Спокойно Насвистывал Мотив Вот этой известной песенки Родина слышит Родина знает И вот в этот момент Его собранность Его так сказать Сила воли что ли Проявилась Что нам очень здорово Федор Я Заря 1 У нас все идет отлично Вас с Рудками все привез Федор Я Заря 1 Внимание Минутная готовность Минутная готовность Заря 1 Я Кедр Вас понял Минутная готовность Занимал исходное положение Занял Поэтому несколько задержался При этом прием Ключ на старт Ключ на старт Здесь как Протяжка 1 Здесь протяжка Продувка 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 Есть надувка Ключ на дренаж Ключ на дренаж зажигание кетер я один зажигание я смотрел как машина идет устойчиво ли она идет зрительно вправо у меня никаких приборов не было зрительно вроде так она шла устойчиво покачиваясь немножечко видно что все работает двигатели рулевые работают потом когда гром этот стих мы услышали голос юрия и он говорит все нормально значит машина идет хорошо отделилась вторая ступень работает третья ступень в общем выхожу на орбит кругом тишина все друг друга поздравляет а я так вот как стал и даже несколько растерялся думаю как что так юрий и вдруг на орбите было радостно и немного жутковато от сознания что мне доверили космический корабль бесценное сокровище государства одна за другой внизу проносились стран я видел их как одно целое неразделенное государственными границами какая же она маленькая наша земля случилось как хорошим романе вспоминал гагарин приземлился в тех самых местах где учился летать сколько времени прошло с той поры всего шесть лет но теперь я летал в 200 раз быстрее в 200 раз выше говорит москва работают все радиостанции советского союза передаем сообщение тасс о первом в мире полете человека в космическое пространство в космическое пространство 12 апреля 1961 года в советском союзе выведен на орбиту вокруг земли первой в мире космической корабль спутник восток человеком на борту пилотом космонавтом космического корабля спутника восток является гражданин союза советских социалистических республик летчик майор гагарин юрий алексей вдруг приходит ко мне старшего сына жена невестка говорит мам а чего радио не включили и плачет я говорю а что да говорит юра наверное на самолете развелся она говорит в космосе ой ну тут и зоя закричала ой что ж он наделал у него таких две малютки что это он наделал мы заплакали а тут уже приходят соседи нас поздравляют утешают гагарин еще не отошел от полета все произошло так стремительно он хорошо выполнил свою работу прошло всего несколько часов и вдруг он оказался в эпицентре событий всеобщее восхищение и ликование звезда героя и новое для всех звание летчик-космонавт СССР на первого человека на первого человека советской страны который поднялся в космос и опустился там где ему приказано я прилетел в Москву выхожу из автобуса на площади революции вдруг что-то такое озарило пол Москвы салют грохот все поют танцуют спрашиваю что произошло как не знаешь это Юрий Гагарин в космос летал и только сейчас я понял да свершилось великое и я являюсь частью того что свершилось я участвовал в этом активно это был праздник сравнимый с Днем Победы 12 апреля как и 9 мая всеми владела одно чувство искреннее и безоговорочная любовь к своей великой родине к своему народу к друг другу все ощущали невероятное счастье прилив энтузиазма гордости на Юрия Гагарина буквально обрушилась лавина славы почитания такой известностью еще не пользовался ни один человек нашей планеты этот улыбчивый парень каждому казался родным близким своим Королев подготовил настоящий сюрприз людям которые своими руками сделали первый корабль для человека и городу который теперь носит его имя впервые в обход всех правил открыли ворота секретнейшего предприятия и весь народ хлынул и хлынули не только на эту всю площадь ракеты еще не было там а еще гараж был одноэтажный и весь народ залез на гараж и наверху стояло человек около 200 с чем-то на крыше и во время выступления как раз эта крыша рухнула все живые остались ну царапины были но крыша рухнула вот здесь стояло два грузовика импровизированной трибуны на нее поднялся как хозяин гостеприимный Сергей Павлович Королев приведя с собой приехавших космонавтов мне хочется принести глубокую благодарность вам за ваш замечательный труд я думаю что еще не одна космическая дорожка начнется заложенная вашим разумом и вашими золотыми руками вот тогда когда Сергей Павлович выступал когда выступал Юра с его очаровательной улыбкой и плакали и смеялись это вот от избытка чувств я не помню еще второго такого дня и когда девушка молодая сотрудница пробилась и выскочила целовать Гагарина все женщины этого митинга страшно завидовали ей Гагарин смутился и показал вот такой жест что жена ему не простит этих дел наша энергия и счастье било через край сначала облетел землю затем объехал 27 стран иногда по 20 выступлений в день это был безусловный герой нескольких поколений и огромная удача нашей политической системы во всех частях света его встречали как желанного гостя и он оправдывал возложенную на него миссию улыбка Гагарина стала символом дружбы народа потеплело отношения к советскому союзу и к русским людям один американский корреспондент скажет черт бы вас побрал я могу допустить что вы рассчитали свой космический корабль и космическую орбиту но как вы рассчитали человека как рассчитали своего Колумба Вселенной красив, умен, обаятелен, образован, спортсмен, летчик, храбрец, княжеская фамилия и классическая красная биография почему Юрий Гагарин именно Юрий Гагарин полетел в космос как Сергей Павлович сказал Юрий является олицетворением вечной молодости нашей планеты идеальный герой первопроходец космоса лучший из людей в душе Гагарин оставался обыкновенным человеком радовался простым вещам любил жену души не чаев в дочках не забывал родителей рядовых колхозников и никогда не гонялся за славой просто честно выполнял свою работу я пока жил честно правдиво с пользой для людей хотя она была и небольшая когда ты еще в детстве прочитал слова Чкалова если быть то быть первым вот я и стараюсь им быть и буду до конца вот кажется и все до свидания мои родные крепко накрепко вас обнимаю и целую с приветом ваш папа и Юра Юра и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok